Ещё один вопрос. Как человеку узнать, что он на истине? К ответу на данный вопрос можно подойти абсолютно с разных сторон и с разными методами, по-разному можно подойти к ответу на данный вопрос. Но я разберу, попытаюсь ответить на этот вопрос именно с определённой точки зрения, с определённого угла зрения. Как объективно оценить свои убеждения, свои взгляды? Как объективно свои взгляды и свои убеждения с рациональной точки зрения, с умозрительной точки зрения, свои убеждения, свои взгляды оценить? Обратите внимание, те наши убеждения, те наши взгляды, которые соответствуют действительности, которые являются истиной, которые являются правдой, обладают определенными особенностями. И одним из важнейших этих особенностей является то, что они непоколебимые. Расшатать их невозможно. Например, если человек убежден в чем-то, но это его убеждение не соответствует действительности, то задав ему всего лишь несколько вопросов, попытавшись испытать его взгляды и его убеждения, его легко можно свернуть с этого пути. Его легко можно переубедить в обратном. Как минимум, его можно заставить засомневаться в том, в чем он был убежден. Но когда человек познал истину, и то, в чем он убежден, является истиной, и познал он эту истину именно так, как подобает ее познавать, то никакими доводами, никакими сомнениями, никакими контраргументами, контрдоводами его заставить сомневаться невозможно. И тем более невозможно заставить такого человека убедиться в обратном. Быть убежденным в том, что противоположно этим убеждениям. И поэтому, если вы хотите понять, наистине вы или нет, испытайте свои убеждения, испытайте свои взгляды. Вынесите свои взгляды, свои убеждения на открытое обсуждение. И посмотрите, каковы ваши доводы и аргументы. А каковы доводы и аргументы противоположной точки зрения. Если вы увидите, что ваши взгляды, доводы ваших взглядов, они непоколебимые, их невозможно расшатать, что невозможно им что-то противопоставить, а все, что противопоставляется им, является слабым и ненадежным, то значит вы наистине. А если нет, если вы боитесь выносить свои убеждения на обсуждение, или же вы выносите свои убеждения на обсуждение, но в обсуждении вы беспомощны, в обсуждении ваши убеждения выглядят неубедительно, то необходимо задуматься, а те ли убеждения и взгляды вы исповедуете. Поэтому, подводя итог, необходимо сказать, что верные убеждения, соответствующие действительности, это те, которые непоколебимы. Они являются крепкими и надежными, как горы. Расшатать их, и тем более свалить их, невозможно. И поэтому человек, прежде чем что-либо исповедовать, должен пропустить эти взгляды, эти свои предполагаемые будущие убеждения через критику, через определенную дискуссию, через особое отношение к... через сомнение, через сомнение в этих убеждениях и взглядах. И когда они, эти взгляды и убеждения, успешно прошли это испытание, тогда можно быть уверенным в том, что человек наистине. В противном случае в этом уверенном быть невозможно.